В августе 2012 года на нашем сайте мы представили достаточно подробную информацию о том, что правоотношения о защите прав потребителей стали распространяться на систему обязательного медицинского страхования, что позволяло пациентам реализовывать свои права потребителя при получении бесплатной медицинской помощи. Мне попался пример из Давыдовской центральной районной больницы Московской области и решения суда, на котором я хочу остановиться, потому что оно имеет непосредственное отношение к возможности применения потребительского законодательства в отношениях по обязательному медицинскому страхованию. Итак, рассмотрим. В августе 2012 года пациентка нуждалась в проведении обследования, но ей в поликлинике по месту жительства сказали, что подобные обследования проводятся только на платной основе. И она заплатила требуемую сумму 9760 рублей. Как оказалось потом, оплачивать данные обследования она не обязана. Пациенткой была предъявлена претензия о добровольном возврате муниципальным учреждениям здравоохранения данной суммы, но медицинская организация отказала. Пациентка обратилась в суд. И вот в октябре 2013 года суд вынес решение. Оно, на мой взгляд, очень даже замечательное. Пациентке вернули не только потраченную сумму, но и присудили неустойку в размере потраченной суммы, взыскали компенсацию причиненного морального вреда, штраф за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителей. Общая сумма взысканного составила 32 280 рублей. Если взять начальный период август 2012 года и конечный период октябрь 2013 года, прошло 14 месяцев. Можно подсчитать, что рентабельность вложенных денег в оказание платных медицинских услуг составила почти 330% за 14 месяцев. Эта цифра получается, если присужденную сумму разделить на ту первоначальную сумму, которая потратила потребитель. С точки зрения юриста подобные иски не являются какими-то сложными, потому что здесь не нужно представлять заключение судебной медицинской экспертизы. Поэтому рекомендуем всем пациентам, которые сталкиваются с оплатой медицинской помощи по месту жительства, в судебном порядке взыскивать потраченные деньги. Первоначально нужно предъявить претензию медицинской организации, для того, чтобы можно было взыскать сумму неустойки и штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке. Будут вопросы по применению данного законодательства, обращайтесь в Центр медицинского права.